Приветствую вас, мои дорогие, на очередном ролике по World of Tanks Blitz, где, скорее всего, много задков разорвется на молекуле. Не буду тянуть время и сразу перейду к делу. Совсем недавно был ивент на AMX CDC, французский премиум танк 8 уровня, и много народу посмотрело мой старый обзор на него, до аппа. И сессу, в комментариях разразилась война, на дат уж никто не смотрит, но стример тупой, CDC гнет, и Дракула теперь сосет по полной. Да еще и сам PerfectMind выпустил ролик о том, что CDC новый конкурент Дракулы. Ссылочка на ролик в описании, кстати, для тех, кто его не видел. Поэтому я решил вам доказать, что это не так, и Дракула, как был, так и остался, пожалуй, одним из самых имбовых танков в этой игре. Для начала давайте вспомним, что же из себя представляют наши герои в рандоме, и начнем с нашумевшего AMX CDC. Раньше ездить на этом французе и без того означает получить самый позорный приз на лотерее танков. Вы будете осознавать, что играете на танке страны, проигравшей все без исключения войны, в которых участвовал за последние 900 лет, и где слово стол женского рода. Однако его апнули, и в результате получилась смесь не менее разрушительной, чем Бейли с лаймовым соком. ДПМ с хорошим пробитием и УВНом, самый быстрый среди одноклассников на восьмом уровне, с нереальной кучей ХП и хорошо фармящий танк. Казалось, гни не хочу, но варгеймеры, храни их господь, по-прежнему не исправили то, из-за чего он страдал. Это полное отсутствие брони и нереально гигантские для своего класса размеры. Он чуть больше, чем земное ядро, и смахивает на железнодорожный вагон времен Агата Кристи, нежели чем на Эсте. И если сравнивать размеры с Дракулой, то это выглядит так же ужасно, как помочиться рядом с конем. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Казалось бы, всего два минуса. Но к чему это приводит? Во-первых, CDC словно звезда Венера первым светится в бою, ибо не засветить такой сарай просто невозможно. А во-вторых, буквально каждый танкист знает, что CDC сделан из материала, который используют при изготовлении байдарок, поэтому лучшей мишени для фугасов на данный момент в игре нет. В итоге, в бою вам придется вести себя скрытнее, чем мышь библиотеки. В противном случае, в вас полетят фугасы со всей карты. Что не скажешь о его сопернике. На Дракуале любой бой превращается в комедию, особенно если вы находитесь в топе. Превосходство этого танка настолько очевидно, что порой начинаешь творить полную дичь. К примеру, таранить тяжелые танки, мансить среди двух, а то и трех противников, сжрать ПТ и просто жестко доминировать в бою. Да, безусловно, этот танк вдобавок к своим минусам обладает теми же, что и у CDC. Но, в отличие от француза, трахула сплошной экран, и фугасы залетают далеко не всегда. Что касается размеров, то он занимает вторую позицию. Однако, этого достаточно, чтобы при стычке с АМХ засветить его первым, оставаясь незамеченным. К сожалению, на этом минусы вампира не заканчиваются. И самым бесявым является точность. 0,353 разброс на 100 метров, и на херовейшие стабилизации делают стрельбу более чем некомфортной. Но, по правде говоря, учитывая его плюсы, могло бы быть и хуже. Кстати, АМХ. Чем же он хорош? Нереально быстрый, маневренный, с ускоренной починкой гусени, с хорошей для СТ Альфой и ДПМ, обладает превосходным тараном. Броня сплошной экран, который значительно снижает урон от фугасов. С отличным пробитием на голде и имеет хороший запас прочности для СТ своего уровня. Он настолько хорош, что вызывает слюноотделение, и когда в рандоме реально все плохо, то это, пожалуй, один из немногих аппаратов, способный повысить настроение. Не знаю, кто его у вас там придумал в Wargaming. Но этого человека стальные яйца, раз выпустил такое дерзкое решение в рандоме. Что ж, вспомнили, представили, что за аппаратами, тут сталкиваем лбами, и перейдем к серии испытаний. Первым будет сравнение характеристик на практике. Хоть ее и разные уровни, но данный челлендж покажет, насколько Дракула отстает, или же наоборот опережает названного конкурента. И для начала сравним их динамику. На обоих танках стоит одинаковая муниция и оборудование, что бы не было ни у кого преимущества. Также был выбран самый нейтральный грунт-асфальт. А теперь посмотрим, кто быстрее проедет отрезок и насколько один маневрит другого. Максимальная скорость у француза 60 километров, а у Дракулы 65. И как мы видим, вампир намного шустрее набирает максималку, что в итоге дает ему отрыв на целых нескольких корпусов. Да, с виду это не кажется огромным преимуществом, но в критической ситуации это может сыграть очень важную роль. Теперь перейдем к маневренности. В сравнении с Дракулой кажется, что CDC пропитали гудроном, и он вот-вот застынет. Маневренность точно не его конек, и вновь победа остается за имбой. А ведь она играет очень важную роль, когда ты собираешься крутить ТТ или ПТ. Напоследок мы сравним огневые характеристики, но не совсем обычным способом. ДПМ с CDC составляет 2434 единицы урона со всеми плюшками, против 2137 у Дракулы. Понятное дело, что у француза больше, все-таки он на уровень выше. Но, имея такое преимущество, может ли он в тупую перестрелять Дракулу и не отправиться в ангар? Конечно, если оба танка будут использовать только бронебойный, то CDC не оставляет никаких шансов. Ведь у него и ХП больше, и ДПМ выше. Однако, если снять ограничения и дать возможность использовать любые снаряды, то ситуация меняется в корне. В Дракулу фугасы залетают даже не через раз, благодаря плащу из экранов. В то время, как француз впитывает их, словно земля в воду, после годовалой засухи. Что в итоге приводит к совершенно неожиданному результату. В любом случае, в целом, раунд остается за Дракулой и переходим к следующему. А именно, к проверке боевой мощности. Суть проста. Завалить всеми имеющими средствами тяжелый танк ИС-3, со средней или ближней дистанции. Почему именно такие критерии? Да все просто. На расстоянии оба танка справились бы с машиной, и судить, на чем легче или труднее, сложно. А на ближней и средней дистанции играют все преимущественные достатки СТ. Ну а что касается выбора противника, то тут все просто. Он читованный, имбованный, и я его ненавижу. Главными критериями оценки будут победа. Сможет ли тот или иной танк одолеть совка. Далее, время, за которое он справится, и остаток прочности в процентном соотношении. Как мы видим, на данный момент дела у Дракулы складываются не очень. Попытки закрутить ИС-3, он растерял две трети своей прочности. И единственным выходом сейчас является критическое повреждение гусеницу ИСа. Ибо закрутить его в паще 5.0 нереально даже на Дракуле. Что касается СДС, то дела обстоят немного лучше. Так как первоначальные размены с противником происходили со средней дистанции. Однако, рано или поздно французу придется сбежаться, что грозит ему реальные потери ХП. Так как маневренность не его конем. Как и в случае с Дракулой, французу необходимо сбивать гусеницу ИСу, чтобы хоть как-то его крутить. И тут, несомненно, плюсом будет его КД, который почти на целую секунду меньше, чем у оппонента. Тем временем, Дракуле удается совершить задуманное и, принимая выстрел, добивает противника. А вот оппоненту повезло меньше. И, невзирая на начальное преимущество, отправляется в ангар. Что ж, несмотря на разность в уровнях, Дракула вновь побеждает. И теперь самое главное испытание. Дуэль. Условия просты. Всеми возможными способами одолеть противника. Итак, господа, план прост как три копейки. Первое. Необходимо нейтрализовать преимущество по ХП. Второе. Нарастить свое превосходство, сделав хотя бы выстрел без ответа. И последнее. Не упускать после получения превосходства из виду и работать по КД, не боясь размены. Возможно даже применить фугасы. Светим в центре левый край карты никого. Соответственно противник подался на фланг СТ и возможно там будет ожидать. Все-таки Дракула СТ и логично ему там появиться. Поэтому топим, что есть мощи на вражеский респ и будем пробовать заходить в тыл. В надежде, что противник до сих пор ожидает. Хотя прошло уже достаточно времени и возможно мы просто гоняемся по кругу. Но другого варианта нет, поэтому необходимо занять удобное место и постараться просветить CDC, используя преимущество в обзоре. Напоминаю, что у Дракулы, как бы это и смешно не звучало, обзор лучше, чем у француза. Пускай не намного, но этого достаточно, чтобы совершить безответный размен, что успешно демонстрирует Т-9. Враг просвечен и он даже не подозревал, что удар будет с тыла. План сработал, хп сравняли. Теперь самое сложное, получить преимущество. Нужно создать момент, где Дракулы нанесет безответный урон, после чего дождаться перезарядки и начать просто давить противника, так как шансов на победу у француза уже не будет. Сейчас все дело сводится не к характеристикам танков, а скорее к хитрости игроков, кто сможет перехитрить и создать нужную ситуацию. Пока идут обоюдные размены, которые не особо вредят танкистам, но входить в плотную перестрелку опасно, ибо у CDC ДПМа ощутимо больше и наше преимущество быстро растает. Следовательно, надо отходить, текать и искать новые возможности. Вновь производится выход на обоюдный размен, но вот госпожа фортуна выпадает на сторону вампира и CDC сбивает гуслю без урона. Теперь, используя адреналин, необходимо не упускать его из виду и просто добить, не боясь разменов. Это стопроцентная победа. И даже если бы нам так не свезло с гуслей, то по альфе все равно мы бы взяли преимущество. И рано или поздно можно было сойти в тупой перестрелке до победного конца. Что ж, давайте подведем итоги. Да, CDC апнули и результат впечатлил так, будто вам в штаны положили куб сухого льда. Он стал более живучим, увеличился ДПМ и, честно признаться, он заиграл в рандоме. Но говорить о том, что он конкурент Дракуле, все равно, что завидеть у палтуса интеллект, как у Дейфина. Хоть француз является прообразом вампира и на целый уровень выше, но на мой взгляд, переплюнуть его ему не удалось. Даже в настоящем рандоме. Быть может, я ошибаюсь. Быть может, я даже не прав. Поэтому, дорогой зритель, жду твоего мнения в комментариях. И не забываем ставить лайк, если понравилось видео. Ну и до скорых встреч на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...